Всем привет! Сегодня у меня пятница, я начинаю снимать следующую неделю игры вышить все. И если вы смотрели предыдущую неделю, вы наверное помните, что мне выпало вышивать гобелен от купленцет Париж. Выпала единичка, ну и соответственно под единицей у меня именно эта работа. Я этому рада, потому что на предыдущей неделе у меня гобелен не выпадал. И конечно же я с удовольствием его повышеваю. Так как это будет пятое задание кубика, я вам говорила на прошлой неделе, что после каждого пятого задания я буду, ну пока наверное крутить рулетку и выбирать себе приз. Вот, так что это у меня будет пятое задание, потому что на прошлой неделе получилось 4. И значит меня ждет после него что-то интересненькое и какой-то будет у меня приз. Так, ну давайте посмотрим на гобелен. Выглядит он у меня вот так. Напомню сюжет тем, кто может быть не смотрел мои видео раньше, либо начал недавно смотреть и не видел пока еще гобелен. Вот такой вот ночной Париж, вечерний Париж здесь изображен. Ну да, не ночной, вечерний. И таким образом выглядит у меня работа на данный момент. Здесь 9 листов схемы. Я сейчас вышиваю 6, то есть вышит у меня вот здесь 3 листа схемы. Вот здесь уже 2 листа схемы вышиты. И вот теперь мне вышиваю 6 лист. Он предстоит мне не очень сложно, он у меня уже начат. И вышиваю сейчас небо вот с ветками дерева. Да, то есть на фоне неба есть дерево. Но здесь довольно большие участки одним цветом зашиваются, поэтому это не очень сложное такое место в работе. Но опять же ветки все равно есть, то есть там пестрота некая присутствует. Не могу сказать, что это прям совсем легко. То есть совсем легко это когда вот так, здесь просто полностью все зашивается. А здесь немножечко посложнее будет, но тем не менее, думаю, должно идти довольно быстро. Так как это гобелен, то есть вышиваю его гобелиновым стежком на гобелиновой сетке. И соответственно здесь мне нужно сделать 2000 стежков. То есть чтобы это было равно 1000 крестикам, это должно быть 2000 стежков. Вот, поэтому такая работа мне предстоит. Я надеюсь, что я с ней справлюсь за два дня. За один день точно нет, не справлюсь. Но надеюсь, что за два дня мне удастся сделать что-то близкое к 2000 стежков. А может быть и даже две, а вдруг и больше. Ну и поэтому увидимся мы с вами в воскресенье. Покажу, что у меня получилось и узнаем, какой же приз у меня будет. Вот и наступило воскресенье и у меня готова норма на гобелине. Не так легко получилось это сделать, но все же получилось. Вышила я 2011 стежков, что равно 1000 5 крестиков. И результатом довольна. Не так просто было вернуться к гобелину. Давно я его не вышивала. Не вышивала, наверное, два месяца. То есть, ну, январь точно не вышивала, в декабре я занималась новогодними процессами. Ну, то есть, вот минимум два месяца точно не вышивала. И немножечко как-то вот подзабывается, что ли, все равно приходится немножко времени потратить на то, чтобы как-то определиться, как дальше вышивать, куда идти, в общем, вникнуть в работу. И изначально я хотела идти как-то так вот, ну, более вертикально, что ли, такими-такими участками. Вот здесь у меня, видите, да, не зашитый такой маленький-маленький кусочек, маленькая полоска. Но потом все же решила, что буду вышивать, опять же, вот такими горизонтальными больше полосами. Ну, вот, как видите, тоже иногда уходила вверх. То есть, вот у меня дерево тут, ствол появился, ветки тоже вот здесь появились новенькие. Ну, в основном я вышивала вот эту часть, и получилось у меня 2000 стежков. Вот где-то примерно на таком вот кусочке, да, это 2000 стежков. Так вот в гобелине происходит, вышиваешь, вышиваешь, а по площади совсем-совсем небольшие какие-то изменения. Но по схеме хорошо видно, потому что схема крупная, там сразу заметны эти большие участки. Ну, а здесь потихонечку тоже продвигается. Так, норма выполнена, результат, я считаю, хороший. Надеюсь, что дальше мне опять же будет полегче, потому что здесь все-таки больше было, ну, дерево. Дальше будет меньше стежков, которые относятся именно к веткам и деревьям, и больше будет стежков неба. Ну, а небо здесь зашивается одним цветом, поэтому, соответственно, это будет попроще. Ну, так, ну, немножко проще, в общем. Записываю результат. 1500 крестиков, и у меня выполнено 5 заданий кубика, а следовательно у меня уже приз. Так быстро, то есть в прошлом году у меня была призовая 1000 крестиков после 10 выполненных заданий кубика. И это было как-то редко, ну, по ощущениям редко. А вот сейчас 5 заданий кубика, вроде игра только началась, а у меня уже приз. Кстати, меня это радует, как мне кажется, это хорошо. 5 заданий не так вроде бы много, и приз это всегда интересно. Что я решила по поводу приза? Пока я оставляю вот те 4 варианта, которые я вам озвучивала. И я решила, что я буду крутить рулетку для того, чтобы выбрать, что же будет являться призом. Ну, по крайней мере, пока я буду крутить рулетку. Вот так выглядит рулетка. Приза всего 4, но здесь, в этой рулетке, видимо, 4 сектора сделать нельзя. Поэтому секторов здесь 8, и на каждый приз по 2 сектора. Сиреневый сектор вот этот и вот этот. Это любой процесс я могу взять в работу, начат, естественно. Желтенький это начать... Так, не надо пока крутиться. Это начать новый. Зелененький это заменить процесс. И оранжевый вот этот, это выбрать любой вот из 6, вышивать какой-то из них. Итак, давайте узнаем, какой же приз меня ждет сегодня. Мне лично очень интересно. Итак, поехали. Ждем. Так. Любой процесс из начатых я могу повышевать сегодня. Это классно. Это здорово. И я знаю, что я хочу повышевать. И я хочу повышевать вот этот удивительный и прекрасный процесс. Напоминаю вам, что это такое. Это медведь по схеме Ирины Коноплевича. Лучше бы и не просыпался. И он такой прикольный, такой классный. И мне кажется, я самое, может быть, даже неинтересное уже вышила. Шерсть опять. Мне очень не хватило того времени, которое я занималась этим процессом. Завышевала я его два дня. Вот так у меня получилось. И мне очень хочется его продолжить. Поэтому я решила, что я хочу повышевать именно этого медведя. Надеюсь, что за два дня он у меня преобразится. Станет более понятным, что здесь изображено. Потому что на данный момент мне писали, и я с этим согласна. Похоже на чашку кофе. Такой вид сверху. Тарелочка, блюдце и чашка кофе. Мне вот так это видится. Что-то такое кофейное. Поэтому надеюсь, что через два дня мы с вами увидимся. И здесь будет уже такой прям медведь. А может быть, и быстрее увидимся. Потому что процесс вышивается легко. И может быть, даже и одного денечка мне хватит на то, чтобы продвинуть эту работу значительно. Ну ладно, я пока не буду прогнозы делать. Посмотрим, как получится. Но я рада, что у меня есть возможность повышевать эту работу. Ну что, узнаете моего медведя? Смотрите, как он изменился. Он уже... Очевидно, что это медведь. Правда, с одним ухом. Но это потому, что второе у него будет накрыто покрывалом. Уже видно, что он недовольный. Видно маленькую чашечку, которую он держит в лапе. И, в общем, медведь уже прям такой красавчик, можно сказать. Я вышивала только в воскресенье его. Вышила 1352 крестика. Я прям чувствую себя героем. Хотя на самом деле вышивалась легко. Ну, правда, последние, наверное, крестиков где-то 150 я уже дошивала, потому что мне хотелось закончить всю мордочку медведя. То есть там вот нос, глазки выше, там вот этот вот ротик. То есть вот как бы хотелось уже завершение, чтобы не оставались эти места пустыми. Поэтому еще даже дополнительно чуть дольше повышивала. Но, в принципе, все вышивалось очень легко. Действительно, как-то быстро шло. И поэтому результат получился таким отличным, хорошим результатом. Да, параллельно с прослушиванием лекции про панические атаки у меня вышился медведь. Все замечательно как бы сложилось, на мой взгляд. И мне очень нравится, как он получается. Я пока до сих пор вот в восторге от схемы, потому что все действительно легко и просто. И буду по нему скучать. Сейчас мне придется его отложить, поэтому буду немножечко скучать, конечно же. Но с удовольствием к нему вернусь. Тем более, что если говорить о оттенках цветах, то я самыми скучными, наверное, цветами уже повышивала, вышила все. И дальше пойдет плед, там уже цвета будут поразнообразнее. Так что будет еще интереснее вышивать. И сейчас я могу записать вот в призы. Так, как мне это записать? Наверное, напишу Ирина Коноплевичу. Наверное, вот так вот. Я сомневаюсь, что будет еще один приз на этой неделе. Думаю, вряд ли. Так, 1352. Взяла я зеленую ручку для этих целей. Надо, наверное, какую-то гелевую зеленую ручку купить, чтобы было виднее. Потому что, мне кажется, это как-то не особенно видно. И следующее задание кубика я буду записывать красной ручкой. Опять буду чередовать синюю и красную, чтобы просто было удобнее считать. То есть, вот у меня 5 заданий синей ручкой записано. Ну, следующие 5 буду записывать красной. И сейчас можем бросить кубик и узнать, какое же задание будет в следующем. Про медведя, ну, мне в принципе, нечего больше сказать. Просто вышивается легко, приятно, здорово получается. Мне кажется, уже даже симпатично без бека. Ну, а с беком он будет и того краше. Так, кубик на этой неделе я взяла белый. То есть, опять я решила менять кубики. Пока будет белый. Возможно, что-то скоро изменится у меня с кубиками в целом. Но пока остается вот так. И давайте узнаем, как же, чем нас порадует белый кубик. Вот синий нас радовал на прошлой неделе. Прям замечательно. Такое разнообразие всем понравилось. Мне тоже понравилось. Потому что, ну, правда, разнообразненько. Да, такой калейдоскоп процессов получился. И хотелось бы продолжения, в общем-то, какого-то такого же. Так что давайте бросать кубик. И узнаем, что же это будет. И это будет 4. 4 это у нас роза от Dimensions. Ну, просто, я не знаю, праздник какой-то. Потому что это единственный процесс, который пока еще не был в работе. Да, на прошлой неделе на этой. И вот теперь, пожалуйста, роза от Dimensions. То есть прям все вот по порядку. И белый кубик тоже радует. Так, ну, не то, чтобы я прям сильно хотела именно розу повышивать. Но тоже не против, в общем-то. И так, роза выглядит вот таким образом. Ну, обложка, да, превью. А у меня она выглядит пока вот таким образом. Так, смотрится это... Кстати, про медведя вот что не сказала. Это уже 37% работы. То есть у меня уже треть работы готова. Вот так. А здесь вот я не помню, сколько готова. Мне кажется, 8, может быть, процентов. Если я правильно помню. Но могу и ошибаться. Посмотрю и в следующий раз вам скажу, сколько у меня получилось. Да, после того, как повышиваю. Буду вышивать эту розочку. Ну, предположительно, 2 дня, наверное. И посмотрим, каков у меня будет результат. Вышивается она у меня, напомню вам, не очень весело. Потому что здесь полукрест в 4 нити. Его здесь очень много. Вышивается на 18-й аиде. И, ну, это не самое такое веселое мое любимое занятие. К тому же, иголка в самом начале меня подкачала. И поэтому настроение изначально было подпорчено. Но я взяла новую иголку. Сейчас все пошло легче, радостнее. И поэтому надеюсь, что и дальше у меня будет вышиваться тоже замечательно. Вот. Так, что у меня здесь по схеме, если посмотреть. Буду я продолжать, видимо, вышивать этот узор. Возможно, я закончу. Скорее всего, я думаю, что я закончу вышивать именно вот эту часть узора. То есть, вот здесь такая красно-коричневая, да, часть внизу расположена. Я думаю, что вот ее я вышивать закончу. Ну, и дальше пойду вышивать либо вот эту темную часть сбоку. Может быть, среднюю часть именно с розочкой. Ну, светлую это вряд ли. Скорее всего, как-то вот здесь буду продолжать. Вот. И можно будет еще сделать, в общем-то, наверное, и бэк тоже на вот этой части. Потому что здесь вот эти все узоры, они обводятся бэкстичем. Думаю, что тоже вполне можно посвятить время и этому тоже. Ну, что ж, будем продвигать розочку. Может быть, не самый любимый процесс, но я думаю, что именно роль сыграло то, что начался он у меня вот так, с такими заковырочками. И вполне вероятно, что сейчас я немножко уже подзабыла те впечатления, и пойдет все уже повеселее, порадостнее. Так что увидимся, когда у меня появится тысяча крестиков. Я думаю, что, скорее всего, все-таки через день. То есть, получается, у меня сегодня понедельник, и мы с вами увидимся тогда, наверное, в среду, скорее всего. Ну, что ж, у меня наступила среда. Я готова показать вам продвижение своей в розочке. Что хочу сказать. Норму я сделала. Я вышила 1066 крестиков. Я, в общем-то, как раз, ну, почти закончила вот эту нижнюю часть. Но любви так и не случилось. И я в очередной раз порадовалась тому, что у меня есть эта игра. Потому что вчера, когда я вышивала эту розочку, у меня мелькнула мысль, что если бы не игра, я бы, наверное, ее отложила, и неизвестно, когда бы к ней вернулась. Обычно с такими небольшими работами у меня, ну, редко происходит вот такое, что я откладываю и долго не вышиваю. Но в данном случае я думаю, что это было бы вполне вероятно. Потому что по-прежнему вышивается не то, чтобы тяжело, оно как-то вот безрадостно вышивается. Потому что вот этот вот полукрест в четыре нити, он ложится не очень красиво, не очень все это как-то аккуратно получается. Это расстраивает, когда смотришь на это близко, да? Вроде бы так вот издалека, когда смотришь, вроде бы все хорошо, все, ну, симпатично смотрится, красиво может быть даже. Но когда вот близко рассматриваешь, это печалит меня. То, что получается с обратной стороны тоже расстраивает, потому что здесь такой коврик из-за того, что, опять же, здесь все в четыре нити, все эти заклепки в четыре нити, они получаются очень толстенькие. Ну, в общем, тоже красоты здесь никакой нет абсолютно. И смотреть на все это грустно. Для меня как-то грустновато, в общем. Поэтому хорошо, что, да, есть игра, поэтому я эту работу, конечно же, дошью. Но вот прям не мое, не мое. Вышила я 1066 крестиков. На данный момент у меня вышито 22% работы, то есть пятая часть уже готова. И я, конечно, очень лелею надежду на то, что сама розочка будет вышиваться лучше. Ну, потому что там все-таки креста в две нити идет. И вот этот фон, который за розочкой светлый, он тоже, я думаю, вышивается крестом в две нити. Я, правда, не проверяла, но думаю, что да. Поэтому я надеюсь, что вот эта часть хотя бы будет вышиваться поприятнее. А что касается вот темной части, вот с этой стороны светлого фона, то по всей вероятности все будет продолжаться так же, как вот есть в данный момент. То есть не очень весело. Ну, радуюсь тому, что работа не очень все-таки большая. Я вчера посмотрела, по-моему, там около 6000 крестиков. Мне еще предстоит вышить. И поэтому, ну, за шесть раз я должна с ней справиться. И, пожалуй, это второй мини-голд от Dimensions, за который я, ну, споткнулась, скажем так. Потому что вообще-то мне мини-голдики нравятся ушивать у Димы. Они быстро вышиваются, получается красиво. В этом смысле все приятно. Но вот я самый первый свой мини-голд от Dimensions вышивала очень долго. Это был маяк. И тогда я не помню, с чем это было связано, почему я его так долго вышивала. И вот это второй мини-голд, который, ну, как бы не пошел, вот скажем так. Поэтому я знаю, что так происходит, по крайней мере, не со всеми наборами из Gold Collection Petits. Я знаю, что есть сюжеты, которые вышиваются легче значительно из этой серии. И благодаря этому знанию я не слишком расстраиваюсь по поводу того, что у меня еще в запасах много мини-голдиков лежит. Я надеюсь, что другие будут легче. Ну, даже вот если сравнивать с гортензией, почему-то мне казалось, что они должны быть похожи. Хотя, ну, по сути, у них просто размер одинаковый. То есть они 10 на 20 сантиметров. Вот такая вертикальная панелька получается. И, в общем, и больше ничего у них общего-то, по сути, и нет. Ну, вот как-то мне хотелось их сопоставить между собой. Но вот как-то для меня они почему-то чем-то похожи. Ну, цветы, видимо, и размер все. И вот гортензия вышивалась прекраснейшая. Гортензия вышивалась очень легко и приятно, быстро, с удовольствием. А вот с розочкой, ну, пока, как я уже сказала, любви не случилось. И это, конечно, грустно. Так, давайте будем записывать результат. Я взяла красную ручку и буду записывать ей 1066. То есть это первое задание кубика. И давайте узнаем, что ждет меня дальше на этой неделе. Что нам покажет кубик, каким же будет сюжет. Что бы я хотела, да даже не знаю. В принципе, меня устроит любой вариант, кроме розочки. Кубик уехал. Я его не успела поймать. И вот, 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 что на нем есть. На нем пятерочка. Как вы можете видеть, пятерочка. И это медвежата от Classic Design. И это хорошо, да. Почему это хорошо? Потому что, как я говорила, я буду после завершения каждой игрушки считать эту работу завершенной. То есть такой будет для меня мини-финиш. И отправлять буду эту работу обратно в коробочку с процессами. Вот, поэтому это хорошо. Это меня радует. Потому что медвежонкой я закончу. Вот, таким образом он у меня сейчас выглядит. Мне осталось вышить не так много крестиков и много бэка. Я думаю, что, возможно, ну, скорее всего, как мне сейчас кажется, я справлюсь с этой задачей за один день. То есть за сегодня. И, значит, мы завтра снова с вами увидимся. Но мне кажется, это под силу. Можно, конечно, начать еще вышивать второго медведя. Ну, в смысле, следующего медведя. Но все-таки я хотела делать по отдельности их. Поэтому пусть будет по отдельности. Завершаю этого медведя. Постараюсь сделать это сегодня. И тогда мы с вами завтра встретимся. Покажу вам, как выглядит этот медвежонок. Итак, на этот раз мне удалось сделать запланированное. То есть завершить игрушку. Завершить этого медведя за один вечер. Ну, это было несложно, в общем-то. Тем более, что вы, наверное, заметили, что я таких медведей разрезала. Отрезала я вот здесь ровненько, вот так. И еще разрезала их между собой. Ну, я просто поняла, что здесь уже у меня понятно, где заканчивается игрушка. И посмотрела по схеме, поняла, что здесь можно разрезать и не мучиться. Поэтому этот способ, этот вариант мне показался самым простым. Я так и сделала. Хотя, девчонки, мне писали еще разные варианты. Например, перевернуть, да, то есть вышивать на целом листе, вот перевернуть и вышивать вверх ногами. Схема в саге тоже переворачивается, говорят. Я не пробовала, но говорят, что переворачивается. Тут дело в том, что я не знаю, почему. Это, видимо, какие-то мои заморочки. Но я не хочу вышивать вверх ногами. Вот прям вот не хочу. Казалось бы, какая разница. Но вот почему-то мне приятно видеть картинку именно так, как вот она должна быть. И приятно вот так вот смотреть на этого медвежонка, например, а не когда он расположен вверх ногами. Поэтому переворачивать я не люблю. Мне уже такие варианты предлагали как-то тоже раньше с другими какими-то работами. Я не помню, ну, тоже когда тянуться далековато было, да, вверху, когда вышиваешь. Тоже девчонки как-то предлагали перевернуть. Но вот не могу, вот не могу себя заставить. Поэтому этот вариант мне как бы не подошел. Еще был вариант, это закрутить канву, да, то есть вот скрутить ее в трубочку, зафиксировать биндерами и вышивать. В принципе, этот вариант для меня более приемлем, потому что я когда-то, еще до того, как я познала куснапы, вышивала именно на руках. То есть раньше я не пользовалась ни пяльцами, ни рамами, ни станками, ничем. Вышивала именно на руках, вышивала снизу вверх и вышитую часть я закручивала. Для меня такой формат, в общем, довольно привычный. Мне не пришла в голову мысль самой, что можно пластиковую канву тоже закручивать. В принципе, вот эту можно. Она довольно такая податливая, такая мягкая. Вот насчет гамовской не знаю. Там, наверное, мне кажется, посложнее будет, она пожестче. А вот эта американская вполне можно ее скручивать, действительно. И вот если бы у меня с разрезанием вот этим вот не получилось, я бы, наверное, этим способом воспользовалась. Вот. Ну, рассказываю вам о всем, что мне посоветовали, потому что вдруг кто-то для себя что-то возьмет на заметку. Вот. В моем случае получилось у меня их разрезать, и для меня это было самым простым вариантом. Поэтому вот так у меня получилось. Дошивала я уже медвежонка отдельно. Теперь уже отчетливо понятно, что же это такое. Здесь отчетливо видно, что это носок. Потому что на картинке, на маленькой вот превьюшке набора мне не совсем было понятно. Сейчас понятно. Медвежонок. Вот на него зеленая такая ночная рубашка какая-то, колпачок. Бантик подарочный, мне так кажется. И вот он идет со свечкой, с этим носком. Я думаю, пошел его вешать как раз куда-нибудь, чтобы на утро найти там какие-нибудь подарочки. Мне почему-то вот такая история придумалась, когда я его вышивала. Вышиваются вот правда очень легко эти медвежата. Они приятные, очень милые и симпатичные. Бэка здесь много, но вышивается опять же он легко. Вот в данном медвежонке только два вида бэкстича используются. Это черный основной, да, основные контуры. И желтый это вот эти вот звездочки на его рубашке. Давайте покажу вам его поближе. Вот такой вот он очень милый и симпатичный медвежонок. Я рада, что я их вот все-таки разъединила, разрезала. Посмотрю, как будет дальше. Но следующую игрушку мне будет вышивать нормально. То есть оставшийся кусок я оставила целиком. На нем нужно будет разместить четыре игрушки. И пока я его не разрезаю. То есть вышью первую, потом посмотрю, что делать дальше. Вот. Вот такой медвежонок один. Ну и вот медвежата, которые у меня были первые. И мне кажется, очень все мило смотрится, красиво. Так, здесь французских узелков не было на этой работе. На этой были, на этой не было. Так, что мы делаем дальше? По идее, вот здесь такая двоякая ситуация у меня сложилась. Потому что, с одной стороны, я завершила работу. Ну, то есть я же говорила, что буду воспринимать это как отдельную работу. Я работу завершила. А я не помню, озвучивала вам или нет, но мне кажется, что нет. То, что после завершения работы я могу начать новый процесс. Потому что я считаю, что пока у меня процессов не очень много. Ну, то есть у меня их 12 и, на мой взгляд, это не очень много. И именно цели сократить процессы у меня пока нет. Ну, вот, по крайней мере, на начальном сейчас этапе пока такой цели нет. Поэтому я планировала пока дать себе возможность начинать работу каждый раз после того, как закончу какую-нибудь одну. Но вот здесь, как я уже сказала, двоякая ситуация. Потому что непонятно. То есть, с одной стороны, я вроде завершила игрушку. С другой стороны, я же набор-то не завершила. Что же делать? Думала бы я, если бы ни одна удивительная история. Ну, она не очень удивительная, на самом деле. Ну, просто так получилось. Вот так неожиданно само собой сложилось. Дело в том, что пару дней назад я сидела и думала о том, что мне нравится одна схема. Эта схема мне нравится давно. С тех пор, как она появилась, я ее увидела у дизайнера. И тогда я подумала, что мне хочется ее вышить. Но я же решила не покупать схемы впрок. Да, как бы. То есть, если покупаю схему, то я ее начинаю сразу вышивать. И здесь я обратилась к дизайнеру. Дизайнер Ксения Новикова. Я ее попросила прислать мне расход ниток по этой схеме. Потому что я хотела проверить, сколько мне ниток не хватает, чтобы докупить их заранее. Чтобы, когда у меня появится возможность начать какую-то работу, у меня уже нитки были собраны. Я могу тогда спокойно, быстренько купить схему и начать работу. И, значит, она мне прислала расход ниток. Я начала проверять по своим запасам. И выяснилось, что у меня есть все нитки, кроме одного цвета. Ну, в общем, я решила, что это просто судьба какая-то. Пошла смотреть еще основу. Потому что основа там такая нетривиальная, желательно. И, то есть, это не белая, бежевая, либо там голубая, черная. Нет. Нужно было основу подобрать. Я была не уверена, что у меня есть такая основа. Поэтому пошла смотреть основу. Думаю, возможно, основу придется заказать. Но основа тоже нашлась в моих запасах подходящего вроде бы цвета. Но были сомнения. Поэтому нужно было проверить, действительно ли она подходит. В итоге я купила схему и начала вышивать. Начала вышивать еще до завершения этого медвежонка. И думаю, что сейчас уже не стоит скрывать, что я что-то начала. Тем более, что медвежонка я закончила. Но буду считать, что это как бы финиш. И позволю себе начать работу новую. И что же это все-таки за работа? Это схема Ксении Новиковой. Кот-шаман. Сейчас вы видите у себя на экранах. Вот такой очаровательный, забавный котик. Милый. Ну, не знаю. Мне вот он крайне понравился. И захотелось мне его вышить. Он такой немножечко, может быть, не совсем, как сказать, свойственен мне. Да, то есть, не знаю. Может быть, кому-то по ощущениям покажется, что это не совсем мое. Но, в принципе, я люблю что-то такое вот несколько мистическое. То есть, шаман это прям тоже в эту тему подходит. И при этом то, что он такой забавный, мне тоже нравится. Поэтому вот мне он прям приглянулся сильно. То есть, я его вот увидела, я не помню, когда он появился у Ксении. Ну, мне кажется, несколько месяцев назад, а может, полгода назад. И вот с тех пор я прям его забыть не могла, хотя не покупала. Так, ну и что же я уже начала? Начала я вот уже, что вышивать. Вот, смотрите, какая здесь основа у меня. Как я уже сказала, основа нетривиальная. По идее, там у Ксении такая зеленоватая основа используется. У меня с зелеными оттенками все очень как бы слабо в запасах. Я вообще поняла, что у меня много каких-то вот, ну, бежево-коричневых, да, таких оттенков и голубых. А вот все остальное как-то слабо представлено в моих закромах основы. И вот это единственная была основа, которая была, ну, такая вот зелена. Есть у меня еще зеленоватая основа, на которой я вышивала Хардангер. Она такая именно зелененькая. Ну, там, во-первых, 25-й каунт, что я считаю крупновато. Во-вторых, она светлая. Здесь бы желательно было что-то потемнее. И вот такая основа у меня нашлась. Это основа цвета такой морской волны, я бы сказала. Мне ее подарили. И это лен от фирмы DMC. Цвет 24. Это 28-й каунт. 24-й цвет. Отрез здесь 46 на 46 сантиметров. То есть мне его хватит и еще даже останется. Вот такая вот основа необычная. Ну, для меня, то есть, как-то, наверное. Хотя на линии DMC я тоже уже вышивала. И у меня были сомнения, насколько же эта основа все-таки подходит для этой схемы. Я попробовала, как вы видите, начала именно специально не с центра, начала снизу с фона, чтобы посмотреть именно, как вот этот зеленый цвет ложится на эту основу. Мне кажется, ложится неплохо. Я показала тоже девчонкам, показала Ксении, спросила ее мнение. Она тоже сказала, что вроде бы все окей. Поэтому буду продолжать вышивать на этой основе. Мне очень хочется продолжить эту работу, потому что здесь еще бы хорошо посмотреть, как другие оттенки зеленого лягут на эту основу. Поэтому именно такой зуд есть не только потому, что просто хочется его повышивать, но как бы и убедиться, что все-таки это та основа, которая нужна. Поэтому сейчас дальше я пойду вышивать именно фон вот с левой стороны. Вот сюда. Потом уже когда-нибудь доберусь и до кота. Начинать я эту работу буду именно только сегодня. То есть сегодняшний вечер я посвящу этому коту. Ну, насколько у меня получится. У меня, наверное, сегодня будет не очень свободный вечер. Но, тем не менее, повышиваю. И покажу вам завтра, что у меня получилось. А завтра будем с вами уже бросать кубик и выбирать процесс на следующую неделю и для меня, и для вас. Вот такая вот история. То есть если бы у меня не получилось вот так совершенно спонтанно начать кота, я бы, возможно, не стала пока ничего начинать. То есть я бы не посчитала этого медвежонка как на таким полноценным финишем. Но так вот сложились как бы обстоятельства, что получилось так, что я начала этого котика. Котик прекраснейший, замечательный. Я думаю, что вы меня ругать не будете за то, что я его начала. Мне кажется, всем будет любопытно посмотреть. Ну, про котика, историю про котика я вам рассказала. Но я не записала результат. Не записала результат. Кстати, кот шаман, это небольшая схема. Там, по-моему, 7 с чем-то тысяч крестиков. Так что это не очень много. Так, здесь я записываю 660 крестиков у меня получилось вышить вот в этом медвежонке. Ну, в общем-то, наверное, на сегодня и все. Да, все я вам рассказала. Так что увидимся с вами завтра, в пятницу. Покажу свои продвижения и бросим кубик. Ну что ж, смотрите, что у меня получается. Получается у меня, как мне кажется, неплохо. И на этой основе тоже смотрится вроде бы неплохо. Больше всего мне нравится именно как внизу смотрится. Вот эти темные полукрестики. Но светло-зеленые тоже вроде бы нормально. Я вот за вот эти светлые переживала оттенки. Поэтому хотелось мне продолжить. Здесь идет переход такой. То есть сначала идет темно-зеленый. Потом бленд этого темного-зеленого с более светлым. Дальше еще этот более светлый цвет. И вверху тут немного вышито еще более светлым оттенком. Вот так переходы тут устроены. И мне нравится вышивать вот эти полукрестики. Я немного на этот счет сомневалась. Потому что после того, как в хижине Хагрида я вышивала вот этот тоже полукрест вокруг, я как-то засомневалась, что мне такие участки большие полукрестом нравятся. Но дело в том, что там было много именно шахматки такой полукрестовой. И трудно было, трудновато ориентироваться. А здесь все более логично. Нет вот этих каких-то искачков бешеного заица и шахматки. Нет. Ну, конечно, где-то переходы там, они заходят друг на друга цвета. Но это не так сложно. Поэтому вышивается довольно легко. Получилось у меня вот здесь полностью, если все считать, 761 крестик. Около 200 у меня было вышито, вот когда я вам показывала вчера. И остальные я вышила за вчерашний вечер. То есть в общей сложности 761, и это 10% от этой работы. Вот так. По остальной части схемы ничего пока сказать не могу. Я ее, честно говоря, слишком подробно не рассматривала. Посмотрела только что, много ли здесь блендов. Блендов немного. Вот пока и вся информация. Так. Давайте будем записывать результат. Я еще вот что обнаружила, что я неправильно записала в медвежатах количество крестиков, потому что их было 690. Мне почему-то 660 запомнилось, потом глянула, оказалось 690. Поэтому здесь плюс 30 напишу. И, по-моему, не говорила тоже, что у медвежат это 33%. Вот прямо 3. 33,3% выше-то у меня вот в медвежатах. Так что 2 игрушки это составило ровно треть от общего количества крестиков. И давайте запишем кота. Так, я думала, что здесь у меня ничего не будет больше. Оказалось, что будет. Напишем так. Кот. Хорошо, что можно коротко написать. Кот 761. Это ручка такая бледная. Я сегодня всякими разными цветными ручками попишу. Потому что общее количество я тоже уже подсчитала. И у меня получилось 4874. 4874 крестика за неделю. И отличный результат. Ну, больше, чем на прошлой неделе. Так я, в общем-то, даже к пяти почти что тысячам добралась. Так все у меня сегодня разноцветненько, красиво. Я вспомнила школьные времена. Я любила, когда у меня вот в школе писали. Вот в старших классах, да. Особенно уже, чтобы там у меня разными как-то ручками все было выделено, подчеркнуто. Как-то так, чтобы было красивенько. Особенно, правда, в начале четверти обычно у меня все это было красивенько. Ну, а дальше уже там как получится. Вот. Но стремление такое было. И разноцветные ручки тоже я любила у вас. Как вы относитесь к разноцветным ручкам? Любите, чтобы все было красивенько и как-то что-то выделять? Или пишите всегда одинаково одной? Я сейчас редко использую такие вот разноцветные какие-то ручки. Даже когда что-то для себя пишу по работе, то, как правило, пишу одной ручкой. Просто могу где-то что-то подчеркивать или там обводить. Вот так. Да. Что-то я отвлеклась на ручки. Ну что, вот. Результат вот такой. Результат хороший. Я довольна. Получилось у меня вышивать на этой неделе целых пять процессов. Два из них, ну, такие призовые, скажем, да. Это медведь, который от Ирины Коноприч и вот кот-шаман от Ксении Новиковой. И три процесса игровые тоже повышевались, тоже продвинулись, что замечательно. Так. Теперь нужно бросать кубик на следующую неделю, но прежде чем это делать, нам нужно выбрать какой-то процесс, который будет вместо медвежат. А еще нужно завести бумажку на кота. Итак, пишу кот-шаман. Сворачиваю бумажку. И у меня вот была такая тоже дилемма. Я размышляла над тем, как же мне поступить с медвежатами. С одной стороны, мне не хотелось бы, чтобы сразу вроде как они же попались в работу. А с другой, ну, почему бы и нет, да. Может быть, то есть вот бумажку с медвежатами вернуть в коробочку до того, как я сегодня буду выбирать процесс или после. Вот такая дилемма была. И я решила, что все-таки верну сразу. Ну, вот если уж они там мне как-то попадутся, значит попадутся. Так. Коробочка с процессами. Здесь процессов на данный момент немного. Всего шесть. И добавляю я кота. Так. Он сейчас будет очень сильно отличаться, да. Поэтому я немножечко подкручу все бумажечки. Потому что кота сильно скрутила, да. Ну, и вот тоже подумала, раз уж я кота добавляю, да, сюда, то надо и остальные, ну, в смысле медведей тоже медвежат добавить. Эти подкрутила бумажки, которые у меня сейчас вот здесь в игре. Они у меня лежат отдельно. Так. Сейчас мы найдем нужную. Медвежат найдем. Так. Так. Вот. Классик дизайн, рождественские мишки. Скрутим ее. И добавим в коробочку. Эту убираем. Здесь у нас получается вот такая история. Бумажек добавилось. Теперь их тут целых восемь. Прямо выбор большой. И теперь перемешиваем. Выбираем. Буду еще не смотреть вот так вот. Отверну от себя коробочку. Закрою глаза, зажмурюсь и вытащу вот то, что прям в ручку просится. Просится мне в ручку золотые ручки перец. Вот такой процесс попросился. Так. Мы его вписываем куда-нибудь. Вписываем вот сюда. Перец. Вот так. Готово. Так. Бумажку перец откладываем сюда. И теперь все. С коробочками разобрались. Теперь можно бросать кубик. Так. Вы готовы узнать, что вас ждет на следующей неделе? Какой процесс? Я готова. Кубик у нас белый. Давайте узнаем, с чего начнется моя неделя и как будет ваша проходить. Так. И здесь у нас цифра один. Я надеюсь, вы рады. Пока еще по-прежнему. На прошлой неделе была единица и на этой неделе единица. Ну, я на самом деле рада, потому что Париж мне хочется продвигать. Мне хочется, чтобы он закончился. Ну, не то, что прям это процесс, который у меня самый легкий и быстро вышивается. Нет. Но зато я хочу, чтобы именно он продвигался. Так что надеюсь, что вы тоже рады единичке. Будем продвигать с вами процессы под циферкой один. И они у нас поскорее-поскорее завершатся. Что ж, это все. Судьба наша на следующую неделю решена. Итоги я подвела. 4874 крестика. Я очень довольна. Это хороший для меня сейчас результат, я считаю. И разнообразненько так получилось. Поэтому, конечно же, все, на мой взгляд, было замечательно. Буду рада, если вы напишите в комментариях, как вам понравилась эта неделя. Как вам второй раз подряд выпавшая единичка. Ну и любые ваши комментарии. Очень жду, что вы думаете по поводу кота моего. Такого внезапного, в общем-то, пожалуй, старта. Пишите все. Я буду очень рада вашим комментариям. Также буду рада вашим лайкам. И, конечно же, подпискам. Если вдруг вы еще не подписаны, то подписывайтесь. Игра только начинается. Ну, на сегодня это все. Увидимся с вами на следующей неделе. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»